Егейминг Бэтс С 2011 года более 600 тысяч пользователей делают ставки на все самые интересные события онлайн Егейминг Бэтс Ты точно знаешь, кто победит С добрым утром, дорогие друзья Просыпаемся и просыпаемся под звуки наших голосов Для вас работает Баффик, для вас работает друг Это Sea Region, квалификация на Star Series, третий сезон Ну и у нас уже примерно к завершению все подходит Что же сегодня мы посмотрим, Алексей, сообщи нам Да, всем привет, друзья Мы начинаем с матча Execration и Warriors Gaming Unity И в целом у нас сегодня довольно интересный, насыщенный день Вторая игра это GeekFam против TNC А после под занавес мы посмотрим GeekFam против Fnatic Наверное, одна из самых интересных игр Вообще сегодня, мне кажется, неинтересных игр вообще нет Потому что и GeekFam кое-как даже шансы небольшие теоретически имеют Хотя, ну, честно говоря, на практике и по факту они уже за бортом этого мероприятия Но вот Execration и Warriors Gaming Unity будут бороться очень серьезно Это первая игра и она, пожалуй, самая насыщенная Потому что и одни, и вторые еще претендуют на первое место в группе И выход на LAN-финал, который пройдет у нас в Шахае Очень много обсуждали днями ранее, что у нас TNC имеют шансы, что у нас Fnatic имеет шансы Но мы не упоминаем такие команды, в частности, как VG Unity и Faceless Команда, которая только что третье место на Dota Pity заняла Команда, которая, в принципе, пока не играет Почему? Потому что участвует в другом турнире Но там же, не будем забывать, Faceless имеют шансы чуть ли не выше, чем у всех Точно так же они могут с TNC бороться Это еще эта команда подтянется И вот тогда начнется реальное противостояние Пока у нас, в принципе, Warriors Gaming в Unity занимают вторую строчку И даже на бумаге имеют шансы гораздо больше выйти с первого места Нежели это имеет Execration, TNC, команда Fnatic Поэтому тут за VG глаз да глаз надо Как коллектив, который борется за первую строчку Если сейчас они выигрывают, даже если они играют в ничью По списку они поднимаются вверх У них будет на одну игру больше, чем у Faceless Но, тем не менее, они займут первую строчку У них будет 9 очков Либо будет у них 11 очков Мы посмотрим, да Ну, нет, на математике Казнурием Чемаченко утреннее Это не просто Интересно, что VG Unity, имея показатель 100% побед на MIPA Сами его убирают, боясь отдать Execration на первый пик Ажид у нас 4 игры на MIPA провел, 4 выиграл Ну, а что касается интересной информации о VG Unity Бен, которого не так давно ребята приняли в команду Очень удачно заменил Кенга Почему? Потому что после этой замены ни одной серии команда не проиграла Вообще ни одной Да, были ничьи, были победы Но поражений пока что этот коллектив не знает Неропляночку придумал Давай Когда Бен будет что-то стилить, мы будем называть его Бен Стилер Солидно Все, это надо запатентовать К слову, Дмитрий, самый... Лучше я считал цифры, честно говоря, чем придумывал юмор с утра К слову, самый ценный игрок пока что в нашей квалификации По всем показателям наилучший товарищ Это Ахджид, между прочим Ахджид, которого мы с тобой так боготворили, когда он играл на MIPA Ахджид, который демонстрирует, ну, пожалуй, одну из самых интересных игр сейчас на турнире Поэтому и является самым ценным игроком по своим показателям Да, и как ни крути, команда VG Unity участник Boston Major То есть последнего крупнейшего турнира от Valve Команда, которая показывала на мировой сцене неплохие результаты VG Unity вообще стала чуть ли не открытием Boston Major, если ты помнишь То есть коллектив, который всех удивил невероятно И он не отвалился сразу, он там прошел немножко дальше по плей-оффам В целом, VG Unity такая, своеобразное открытие SEA региона, да и в целом мировой сцены Поэтому, еще раз говорю, что именно мое внимание больше приковано к данному коллективу X-Creation мы с тобой уже видели, VG Unity всего лишь там один раз попадался у нас в сетке Больше на нем... хотя они всего два раза играли, да, если не ошибаюсь? По-моему так, по-моему так, я сейчас быстренько проверю Нет, два раза не могли, у них 8 очков, у них 2 ничьи Я сейчас быстренько проверю 2 ничьи и 2 победы у них Так, смотрю, смотрю, в VG Unity у нас одна ничья Две ничьи и 2 победы Две ничьи и 2 победы, все верно То есть, неплохой результат, действительно, боевой, можно бороться спокойно Они находятся на втором месте на данный момент И делят, это как раз-таки первое место с Team Faceless Да, интересно посмотреть, как Black, Ice, Ice подтянутся Ну, опять же, к слову, посмотри У тех же X-Creation сейчас 1-3-0 То есть, тоже одна победа и 3 ничьи Если здесь 2-0 выигрывают X-Creation, как бы То у них становится сразу же лучший результат, чем у VG Unity 9 очков они тоже... Да-да-да, это битва за первое место, по большому счету Временная Временная Хорошо, хорошо, промежуточная Да, хорошо, Дмитрий Сент-Кинг от VG Unity В общем-то, комбинация смотрится уже устрашающе Это Shadow Demon Mirana, убойная связка Это Джаггернаут, который является очень боевым персонажем Ну и Сент-Кинг, вдобавок ко всему этому Пока что драка в VG Unity смотрится очень сочно Но, что касается команды X-Creation Вы прекрасно видели, как работает связка Darkseer и Slardar В более поздней стадии игры, где-то в мид-гейме Это очень сильная комбинация Вакуум под Crash Плюс Crystal Maiden Которая даст на старте неплохой разгон Дроксиру Благодаря восстановлению маны и ее пассивочке Урса Который, в принципе, тоже неплохо себя чувствует против героев Пока что в VG Unity Ну, пожалуй, только оглушений пока боится Но, опять же, с появлением БКБ Либо же Аганимы это так или иначе можно избежать Да, и посмотри Банит Тинкер Экзекрейшн на пятый пик В принципе, номинально у коллектива VG Гейминг уже имеется три кор-позиции По-хорошему, Омни Найта забанили Сэн Кинг плюс Омни Найт очень сильная связка Но я не думаю, что что-то мешает в Ариус Гейминг поставить Мирану в центр Сэн Кинга в сложную Добрать, ну, например, Даззла, который в четверке будет Сэн Кинг плюс Даззл очень сильная связка С Омником это все проще Больше, конечно, хила залетает, больше урона сопернику Ну и Даззл неоднократно появлялся у нас в пару с этим героем Но почему-то Экзекрейшн видит еще одного кора Ну, пожалуй, связка Шаду Димона Мирана просто смотрится очень здорово И Мирана четвертой позиции здесь было бы логичным И добирать еще одного кора Ну, пожалуй, все-таки Джаггернаута не стоит отправить, наверное, в центр Потому что есть шанс, что Урс туда придет И с Джаггернаутом, в принципе, Урса справится А, Шадоу Финкс Вот, видишь, замечательно Я версию рассматривал, что Миран, например, центральную линию с Урсой постоит Она, в общем-то, может эскейп есть, там не сильно подставится Ну, забирают Шадоу Финда, да Но у них Шадоу Демон и Мирана, очевидно, будет парой саппортов, которые будут напрягать Причем это очень удобно, потому что под СФ Агангать тоже центр неплохо Второго уровня Шадоу Рейза способны уже немало урон внести И под как раз-таки Дизрапшн, под Стрелу Шадоу Рейза выдать вообще несложно Если так уж говорить Ну вот смотри, на втором уровне у Шадоу Рейза урон 175 То есть ты уже можешь там, если попав тремя Шадоу Рейзами, по сути, в одиночку героя там убить Ну, так, на тяжечку, конечно, но можешь Ну, Урса, да, Урса плотненький парень Ну, в целом, да Ну, если комбинировать с Дизрапшном Стрелой А если там еще Сол Кетчер какой-то Ну, да, да То, конечно, конечно, это все переживать очень трудно Потому что знаем, что у Мирана Шадоу Демона мы самостоятельно Ну, тогда, пожалуй, ты знаешь, я бы тогда поменял план Экзакрэйшн на месте Экзакрэйшна И Урса отправил бы в легкую линию стоять Пусть так И взял бы еще центральную линию Да, так и делают Экзакрэйшн Отвечают на Шадоу Финда Берут Темплар Ассасин Хороший ответ Во-первых, не так легко ее убить будет По-хорошему Потому что если выходить под рефракшн Темплар Ассасин Может какой-то урон как раз-таки от способностей впитать Но чтобы сбить и быстро рефракшн Здесь таких способностей особо нет в Эг-Юните Ну, по-хорошему, это какой-нибудь Джаггернаут может сделать через Блэйд Юри Но, опять же Да, Темпларка будет больше жить И плюс Темпларка стоит с СФ хорошо в центре Это очень важно Рефракшн в любом случае тоже сильно Рефракшн быстренько сбивается Если вы отправляете в Дизрапшн Попадаете стрелой И, конечно, время на то, чтобы сбить рефракшн У вас будет И вы это сделаете Но обычно это время используется, чтобы убить героя Не сбивать ему рефракшн Поэтому, да, шансов на выживаемость у Темплар Ассасин в центре больше Очень важно экзекрейшн в центре расставить ворды Это очень-очень важный нюанс Здесь нужно поставить и обезопасить Темплар Ассасин Плюс, нужно активно действовать на сложной линии И, пожалуй, даже Слардару переместиться к Драксиру сразу Потому что саппортов нужно напрягать Чтобы саппорты не уходили с линии Это первоочередная цель, на мой взгляд, команды экзекрейшн Потому что, если Шадоу Демон и Мирана получают полностью пространство по игре перемещений Могут приходить и к Сент Кингу, и в центральную линию, и в легкой убивать Драксира, если он высунется Поэтому стоит напрягать изначально команду ВГ Юнити Не давать им разгуляться по карте, чтобы саппорты были более привязаны к линии Что касается перемещений, да, Слардар, вот мы уже видим, поставил обсервер вард И надо также в сложную пытаться поставить вард на скалу данную, чтобы иметь обзор Ну, это базовые варды Это место только ленивые, в принципе, не проверяют На самом деле, я не думаю, что долго держится здесь татвард, если хочет ВГ Юнити сделать себе побезопаснее Несложную линию, но смотри, куда ныряют эти ребята Достаточно глубоко заходят во вражеский лес, хотят драться Есть дезрапшин, есть стрела, посмотри, как держится Икснова Он идет за спиной всех, чтобы расстояние стрелы было повыше И Курьер идет, ай-яй-яй-яй, как же неприятно Сейчас Курьера можно забрать Курьера убивают, и Нанда можно поймать дезрапшин Достает сейчас Ахву Замечательно, и стрела полетела от Икснова Попадает в Урсу, очень точно Все безошибочно ВГ Юнити Даже не уйти отсюда, даже не выйти Ой, прям злачные поля какие-то, слушай Да, и оставили нанофраг этот Мы говорили, что это вообще необязательно Все развернулись и ушли А тут как раз таки очень обязательно, потому что за убийство Ну как с недавних времен, с довольно уже давних времен Ты сразу получаешь очень немало душ В данном случае 12 Вам даже коги не надо разбивать для этого и пикать Одно убийство, СФ 15 душ Ты приходишь на линию, у тебя уже как бы плюс 12 урона Пожалуйста Да, 45 плюс 20 В принципе, все Вот мне очень сложно посчитать 45 плюс 29, сколько скажи, пожалуйста Что-что 45 плюс 29, сколько это? 74? Да Я шутил, что у меня сложно На самом деле очень просто Да, ну вот сразу же Получается с одного убийства СФ получает плюс 24 урона И сейчас на линии будет намного приятнее стоять Против Темпа Рассасин Поэтому как раз таки этому герою Оставлять убийство стоит вначале Это немаловажно Если такая возможность, конечно же, имеется Смотри, поделили руны у нас Ребята здесь прошлись во вражеский лес Да, вот видишь, именно так и действует Экзакроэйшн не отправляет сразу Дараксира и Слардара в сложную Чтобы попытаться на себя Выманить внимание саппортов В то время как Темплар Ассасин будет какой-то фарм Получать против СФ в центре Хотя Гэби будет нелегко Это правда С таким стартом от СФ Будет реально непросто бороться Тем более у него уже ботиночки имеются И я думаю, что Ботл тоже не за горами Да, пока Гэби без рефракшена Она нам очень сильно напрягает Темплар Ассасин Да, посмотри, что происходит И не так-то много здоровья уже остается Остается только фейрифайр Из нормальных опций Что танго съел Гэби И 50 секунд еще танго это использовать нельзя Потому что все это В него Как раз таки положили А не свои покупки У Гэби Ну неприятно Очень неприятно На ранней стадии Все еще нет второго уровня А СФ уже второго уровня Он продолжает напрягать Гэби Глянь, просто избиение женщины Шадоуфинд очень грозно действует Темплар Ассасин вынужден отходить под вышку И перетягивается сюда Слардар Чтобы то ли напрячь Шадоуфинда То ли в целом Хоть как-то потанковать Дать Гэби возможность Второй уровень заработать Но уходит отсюда 5-5-9-3 Вот тебе, пожалуйста Яркий пример того Как вот первое событие Которое произошло в игре Повлияло на дальнейший ход событий В центральной линии Да, там же Курьера еще убили То есть ты даже хилку себе элементарно не принесешь Это было полное уничтожение Гэби в центре Причем он никак на это повлиять не мог Что самое обидное То есть он не является виновником Того, что сейчас происходит Ну, крутой выпад от ВГ Юнити, безусловно Все это оправдывает более чем Полностью себя Да, Шадоуфинд третий уровень Темплар только второй получил И все равно Гэби страдает И все равно он страдает У него только хилинг селф Да, он пополнит свое здоровье Но продолжит получать урон от Нана Нана еще избивает хилку Гэби Да ладно, да остановись ты Дай продохнуть Темпларке Кстати, в предыдущем моменте Если бы попал в Шадоу Рейзен Который среднего расстояния Он бы убил Темплар Ассасин Если бы он попадал в среднем Дал бы еще дальний И она бы погибла Это вообще садизм был бы И ах, фу Обратите внимание Тоже подходит на центральную линию Будет продолжение Темплар Ассасин Как будто нашли слабое место Команда Экзекреэйшн сейчас Ну это правильно Сделать хороший задел Центральной линии Своему Шадоу Финду При этом унизить Темплар Ассасин Который на бумаге Очень хорошо стоит против Ассэфа Это дорогого стоит Не отставая, конечно, от него на 2 уровня Хорошо Отставая от него на 2 уровня И на 11 крипов За 2 минуты Я думаю, да Проблемы некие присутствуют Ну да, пока В принципе экшена Особо не происходит Ушел отсюда ахфу В центральной линии Решил не выходить на Габи Там не самая удобная ситуация Была идти через Тауэр танковать На, она идет Буковать по Гэби Рефрекшн Вынужден использовать Темплар Ассасин Вынуждена Попадает стрела По Слардару И Гэби еле-еле Уходит отсюда Использовав Фейри Фаер Так бы на 1 удар еще оставалось Да, захейтили Да, вот самое неприятное Это то, что Если ты вспомнишь В начале Экзекреэйшн Здесь Вард был Обсервер Этот Вард сразу разбили В Г Юнити Поставив в центре Они не знали, что он там есть Но могли предположить И сейчас Они совершенно не видят Подхода в центральную линию То есть вот эта карта Вот эта часть карты Для Экзекреэйшн Она, посмотрите Она просто темная Они не знают, что происходит И таким образом Их герой в центре Становится очень неозвим Это проблема Эту проблему нужно решить Как-то как можно скорее Каким образом Ну, еще раз повторюсь Давление нижней линии Выход в центр под смоком Обратите внимание Выход на Нана На Нана Разменивается по здоровью с Габи Конечно, в сол на Нана Вроде бы сильнее Но идет сзади Слардар На спринте По идее Должен давать краш Попадает стрела Вот их снова Нана на развороте Есть еще Ахвус, Олкетчер Бросили на Слардар И он погибает Нана и Стэмбарку Может убивать в принципе Да, сейчас должны сбивать Рефракшн Сбивают Рефракшн Нана блестящий Девять Единиц здоровья Остается у Шадоу Финда Это не начало Это рай Для ВГ Юнити Что касается Центральной линии Наверное, это мой рай Да, и причем Самое крутое То, что еще есть святыня Сверху у СФ Она может просто отойти И прожать святыню Вместе с Сэнд Кингом Например Который тоже немного Просел по здоровью Но сейчас видим Что она на правильный путь Выбирает Потому что если бы пошел В сторону святыни Его бы там быстро Встретил Слардар Это было бы конечное Да, решил Ну, в любом случае Там просто надо было бы Осушить полностью святыню У него ни маны Ни здоровья По-хорошему Можно все это сделать На базе И спокойно прилететь Тем более Надо забрать еще вещички С базы Могут у Сэнд Кинга Быть неприятности Бена замедляет Люмик Оглушение от Слардара Есть цепление От Кристал Мейден Бен после него Выкапывается уже И уходит Ну, очень опасно Было сейчас Для Сэнд Кинга Бен, я думаю Будет вынужден Использовать святыню Все-таки Иначе придется На базу бежать Хотя-то есть Танквилтапки Можно потерпеть Немножечко Может они помогут Да, он решил этим и заняться Тем более Подставляться под надо Не планировал Стоит на расстоянии Чтобы получать опыт Да, ну Давай, Димон Братим еще внимание Немного на наших Кэрри героев У Урса сейчас Очень хороший крипстат Ну, пожалуй Ровно как и у Джаггернаута Что у одного Что у второго Показатели хорошие Крипов добивают Четко У нас наверху Выход на Урсу Это связка Шадоу Димона Мирана Вновь работает Вновь точно И безошибочно Бежать отсюда Все остальные Акснова продолжает Давить Могут, кстати, забрать Люмика А через секунду Стрела будет Есть стрела Полетела стрела В Люмика Попадает и добивает Кимо Как же здорово Сыграл здесь Снова Что-то прям Вытирают команду Экзекрейшн В ГЮнити Знаешь, я очень скучаю По связке Кимо И Тимс Команды Экзекрейшн Мне кажется, что Новая пара Саппортов Она не так хорошо Смотрится Как раньше Эти товарищи С уходом Тимса Команда потеряла Очень потрясающую Четверку На мой взгляд Так, в четвером Выход на центральную линию Слардар Должны забирать Под Айншелом Конечно, очень много урона Входит в мидера В ГЮнити И Спокойненько делает фраг Достается он Габи Наконец-то Хоть как-то Темплар Ассасин Смогла отомстить Шадоу Финду Она все так же Отстает на один уровень Безусловно Но Это плюс Плюс имеется Шадоу Финд Если я не ошибаюсь Главный по золоту Был на карте Да, так и есть Темплар Ассасин На тысячу Отставало до этого убийства Габи Хоть как-то баланс Восстанавливает Но опять же Еще догонять Догонять Еще раз догонять Шадоу Финда Ну хоть какие-то Артефакты появляются Появляется Рингу Факвила Бутсов Спид Шадоу Финд У нас запакован Поинтереснее У него еще есть Мэджик Вонт У него имеется Глоссов Хейст Под все это дело И очень скоро будет ПТ Внизу Ахджит через ультимейт Забирает диджея На Дарксире Отлично сыграно И я вообще отмечу Что Дарксир редко Отставляется Редко погибает Ну и даже диджей Который безупречен был Вчера на мой взгляд Парочка ошибок у него было Минимальных совершенно Ну по игре он был очень Неплох Он смотрелся прям здорово Здесь же Ахджит Его через ультимейт забирает Немножечко Задержался Диджей на линии На Дарксире Занимается девардингом ВГ Юнити В центральной линии Ахфу Разбивает центри вард Который поставил Экзекрейшн у себя Как раз таки на возвышенности Поставили свой центряг ВГ Юнити Разбили чужой Ну доминирует Это видно По карте доминирует По вижену у них Дела идут превосходно По уровню тоже все хорошо Ну и Нетворс Если мы чуть попозже посмотрим То Первые три позиции За ВГ Юнити Вверху Выходная люмика Бен Ищет Кристал Мейден Пока не находит Бароу Страйк Не хватает Расстояния Бароу Страйка Чтобы докопаться до люмика И Бен уходит дальше Фармить Да Полезный кстати выход От Слардара Вражеский лес Он поставил еще один Обсвард Который будет очень полезен В последующем При атаке на Т1 вышку В центре Реально будет работать Очень неплохо Что касается нижней линии Видим что Ахжит Уже не испытывает Особых проблем С Дарксиром Учитывая что у него появился Нинфьюстр лендроп Который пополняет ему ману Постоянно весьма неплохо Регенерацию дает Плюс Блейд Фьюри Который не боится Совершенно Айн Шелла Он может быстро Разбираться с крипами Которых постоянно Проталкивает ближе К вышке Диджей Так что У Джиггернау Это все весьма Весьма неплохо Здесь на четвертом уровне У тебя 18 секунд Время восстановления Блейд Фьюри Уже не так страшно Постоянно вот это давление От Дарксира Да и обратная сторона Ахжит все таки Соло стоит против Диджей Не считая этого фрага У Диджей Дела идут Неплохо Реально неплохо Его не напрягают То есть Ахжит здесь без саппортов Линию эту Немножко ослабили В Г Юнити Следовательно Дарксира И не напрягают Не разминают И он постоянно оформит Насколько это возможно Так что Диджей Тоже свое здесь вывозит Не в такой степени Как Джиггернаут Но с другой стороны Дарксир это не Джиггернаут Понимаем прекрасно Заходит в спину Джаггер У него Совсем немножко остается Чтобы мана восстановилась До Омни слэша Но он решил просто Забрать пачку крипов Ну как тебе сказать немножко Аж целых 60 маны Не хватало ему Это уже после использования Блэфюри А после блэфюри Он просто блэфюри бежал Ну я понял Ну факт том Что он не мог бы дать Ультимейт Когда много крипов Понятно Да-да Поэтому он решил Просто пачку крипов забрать Ну и правильно И пусть бежит отсюда Диджей Ну вот Диджей На самом деле Не так уже хорошо себя чувствует Я просто сравниваю Диджея с Диджеем вчерашнего Вида Когда он формил И лес на Дарксире Успевал И линию формил Там у него К таким минутам Уже 9-10 уровень был Постоян Но против Пауэргейминг Против Пауэргейминг Против Эггюнити Тоже очень важно Так у нас встреча Мирана Далько зашла Во вражеский лес И На Липе Упрыгивает отсюда Да я быстренько Выйду все таки Чтобы Не выскакивали эти Штуки Матюки твои Да Друзья мои все Не могут себе Нормальные клеммы написать Человеческие Я просто Я не видел там Реально матики Не 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 Первый был хороший Но дальше могло быть похуже Дальше Выйдет вся компания Да 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 Погулять Ну что Немножко игра Подутихла 10 минут у нас прошло Видите что По Истечению 10 минут Shadowfin В принципе Закономерно на первом месте 5200 у него Нетворса Темплар Ассасин На полторы тысячи Отстает Габи ушел Тут Эншентов забирать В целом Хоть как-то фарм Свой восстанавливает Ну мне Мне очень нравится То что еще у Бена Совсем скоро Появится даггер У него сейчас 2000 золота Он пачку крипов Добивает по сути С этой катапультой И у него по сути Практически даггер Надо Тролль Кстати есть сетка Ах джейт внизу Обрати внимание На диджея вышел Дал сетку По диджею Сразу же использовал Ломни слэш Но немножко не хватает Чтобы добить диджея И Это делает Джаггернаут С появлением Доминатора Моментальная реализация Да Тролль Кстати это Очень хорошая вещь То чего не хватало Джаггернаут Дополнительный контроль У нас Небольшая драка Завязалась На святыне Команды экзекрэйшн В верхней части карты Ультимейт Мираны И эту святыню Контролирует В г юнити Агджит Блестяще действует Он во первых Забирает второй раз Диджея При этом Включает хилингвард И спушивает В одно лицо Вышку Внизу И продолжает Еще и Т2 пушить Просто краем глаза Покажи Что делает Агджит Вообще Абсолютно Наглейшее Действие Джаггернаута Пока В г юнити Центральную линию Толкает Он забрал Половину Т2 Уже Продолжает Джаггернаут В таких пушах Очень силен Ему мало что Можно сделать Учитывая Что и набрал он Здорово 12.5 уровень Гэби Поймали в центре Вот тебе и даггер На Сент-Кинге Даггер Бороу-страйк Стрела Ну в принципе Как и предполагалось Хоть и убийства Мы не видели Но Ситуацию здесь Было несложно понять Бен стоит В деревьях Ждет Опять же Вижн есть Где находится команда Экзекреэйшн Знают Бен в принципе Сейчас может Инициировать Спецентром Да вот убивать Просто особо некого Убивать только Цемку Можно через эпицентр С другой стороны Стоит ли это убийство Кристалмейден Твоей жизни Я думаю едва ли Ну конечно Должны партнеры По команде подтянуться Есть уже Shadow of Fiend У него Requiem of Soul Есть безусловно Ну может быть На Урсу Кстати Ворвутся Да Сенткин Кастует Ультимейт Врывается На святыню Есть подкоп По Темплар Ассасин Она сгорает моментально И 5-5-9-3 Тоже очень сильно страдает Последняя отыщика Залетает от Нано Минус 2 От VG Unity Давит невероятно Знаешь пока что Это полнейшее уничтожение Я не вижу Игры от Экзекреэйшн Они к сожалению Очень сильно проиграли Линии К своему сожалению Естественно И сейчас они не могут Собраться Все что нужно Экзекреэйшн Сейчас это Немножечко потерпеть Получить хотя бы Стартовые артефакты Хотя бы банально Мекку на Дарксире Хотя бы Даггер на Урсе Чтобы какая-то Инициация появилась И возможная вероятность Драки нормальной Потому что сейчас Выглядит их драка Очень слабо По сравнению с VG Unity Я понимаю Что параллельные ВГ Unity формят Я понимаю Что здесь уже Даггер у Сентгинга Он не даст продохнуть И 2 200 ОСФ После покупки Драгонлендса ПТ и Аквилы Ну в общем-то Ситуация конечно Очень плохая Для Экзекреэйшн Там же еще один красава Вот внизу Ты его только что показывал 2 300 на руках Джаггернаута Все великолепно Сейчас Джаггернаут Какую-то Яшу себе приобретет Тоже у него урона станет И урона И скорости Бега Предостаточно Чтобы команду Экзекреэйшн Продолжать давить Ну мы натыкаемся На тот момент И профессиональные игроки Это замечали Неоднократно Когда мы общались с ними И в целом Это видно по игре Что какие-то вещи На старте игры Влияют в корни На все протекание игры Этот выход Во вражеский лес Убийство Курьера Ферст Блат Вот Шадоу Финда Сумасшедшее доминирование На центральной линии Все это выходит Вот в такие лютейшие проблемы Если посмотреть на Нетворс То у Нано Сейчас будет После убийства Рошана 8 тысяч А Темплар Ассасин 4 только набрала В 2 раза Перефарм за 13 минут Это дикость какая-то Хорошо Силы тьмы Сканировали территорию После убийства Рошана Окей Ну в общем-то Ты совершенно верно Подметил То что Вот это стартовое Действие от ВГ Юнити И я бы сказал Даже неудачное Истечение обстоятельств Для экзекрэйшн Привело к тому Что действительно СФ сейчас Настолько силен Если бы возможно Не этот эпизод У СФа были бы Больше проблем Чем Те что он имел На линии По сравнению С Возможно вероятным Сценарием Там бы Темплар Ассасин Разминала его Напрягала со старта Было бы неудобно Меньше урона Так как Нана получил Плюс 24 себе С одного убийства Он уже сам напрягал Темплар Ассасин И Гэби Который пришел на линию С Пси Блейдом На первом уровне Он получил сразу же По голове пару раз И отправился отдыхать И никак не мог помочь ему Никто Потому что Курьер мертвый был Нечем принести себе Хилочку было Да, правда Очень неудобная ситуация О, этот Курьер Курьер Вега Юнити Только что принес Шадоу Блейд Нано И Яшу Ахджиту 14-ая минута Экзекрейшн Реально пьет из луж Потому что Делать нечего Абсолютно У них никаких артефактов нет А здесь уже Серьезные злоты появляются Все, что они сейчас делают Это пытаются Хотя бы что-то Для себя выносить По карте Пытаются забрать Т1 вышку внизу Но я думаю Что вега Юнити Нет смысла останавливаться Да, если это так Они идут дальше Они не стесняются Совершенно Они понимают Своё преимущество По графикам У них преимущество 15 тысяч Это на 16-ой минуте Господа Это очень серьезное преимущество Прыгает Урса Под Айншелом У него только даггер У него фазы Неплохая стяжка От Дарксира Но это просто урон От вакуума И все Нано дает ультимейт Под подкоп с Энт Кинга Минус Диджей Скорее всего Да, забирает Диджея Ультимейт неплохой От Люмика Нано очень сильно страдает От него есть Захил Нанда прыгает дальше Зах Джита Минусует его Ахфул тоже погибает В этой траке Вот это немножко Как-то недосмотрели Этот момент Вега Юнити И нано тоже могут забрать У него есть Аэга Но после Аэги Вряд ли он будет здесь жить Икс снова должен помогать Своему тиммейту Икс снова дает Расказ Старшторма Но опять же Шаду Финду Надо уходить в Инвиз Что-то пытаться сделать Да, успевает Успевает до Корузи в Хейс Уйти в Инвиз Иначе нано потеряли бы Здесь второй раз Сейчас посмотрим на урон ЦМ Мне кажется, что там Очень серьезно 2.362 Вот именно эпизод На который стоило Обратить внимание Вега Юнити Это ультимейт Кристал Мейден Потому что Ну, такой урон Она не должна вносить Драке априори То есть, естественно Если ее контролировать А оглушение вега Юнити Присутствует Как и контроль Например, с дезрапшена То ЦМ Не должна так кастовать Но то, что сейчас ЦМ выполнила Исполнила в драке Привело к тому, что Экзекрэйшен Выиграли вообще эту драку Ну и Урса молодец Урса тоже с даггером Вошел очень Своевременно и четко Потеряли бдительность Вега Юнити Ты видел, куда Сэн Ким копал? Он копал в героев Которых хотелось Минуснуть очень быстро Это был Урса Это был Дарк Сир А Кристал Мейден стоит В итоге оглушение Было потрачено Не в Кристал Мейден Которая вкастовала Свой ультимейт Там Шадоу Финт Ручками пытался Остановить ЦМку Просто убив ее Но у Нана Ничего не удалось Сделать Да, в случае Когда Кристал Мейден Наносит 2300 урона А при этом Есть еще остальных Четыре персонажа Это герой пятой позиции По сути, да Значит вы не доработали Явно в драке И немного Действительно Расслабились, видимо Концентрацию потеряли Потому что Об этом нужно думать Кристал Мейден Очень опасный персонаж В драках Переворачивая 3000 По графикам Экзекрейшн В принципе Это понятно Самое главное Что игру сейчас Не проиграли Потому что Если бы драку Они не выиграли Игра была бы уже В копилку команды Вега Юнити Но Удержались Экзекрейшн На плаву Посмотрим Смогут ли дальше Пока еще Последняя внешняя вышка Стоит у экзекрейшн В центре Второй тавр Остался в живых Но сейчас будут его забирать И можно будет Приниматься за святыни Все равно Доминирование вега Юнити По карте чувствуется И это видно И тут даже Ну, говорить не о чем Вега Юнити Все так же Преимущество держит В своих руках Но драться опасно теперь Экзекрейшн После того, как они Дали по голове Нано Подходит на возвышенность Поставили центре вард Чтобы нано никто не видел Чтобы понимать Что он здесь в безопасности Дальше стоит еще один центряк Кстати, один другой не палит И нано здесь бы заметили Да, так прям по краешку Я смотрю Прошлись Не достают друг до друга Ну, давайте немножечко Поглядим Что По талантам у нас Сразу делаем Пока что без таланта Шесть брони Двадцать урон У Джиггернаута Двадцать скорости Атаки УСФ Я только что демонстрировал Пять брони У Сенткинга Мирана пока что Тоже не выбирала таланты Никакие Способности изучает ЦМка восьмого уровня У нас там Икснова Погибает Гэбис не справился Вместе с Диджеем На Дарксире Хороший выпад Получился Мирана здесь Немножечко подставилась Получается Далековато Зашел Икснова Да потратили конечно Вол оф реплика При заходе на хэкграунд Очень полезный был бы Спел Но и захода С другой стороны не будет Учитывая что Мирана мертва Четвером не пойдут Ну 10 секунд Знаешь ли Все вышки стоят 10 секунд Прилететь не сложно будет Этой подруге Тоже надо учитывать Выход на Ахджита Под смоком Экзекреэйшн Ну или на кого Кого увидят Кого увидят Да на того и выйдут Но Ахджита здесь находят Очень полезно Есть у него Блэйд Фьюри На спринте бежит 5-5-9-3 Сюда уже пошли телепорты На святыню Она используется Бен подкоп В обратную сторону Не дает в кастоват Эпицентр Диджей Хорошая стяжка Вакуумом Надо страдать Старается отойти отсюда И Габи Пошел вперед У него есть дезолятор Урона он может В ногу внести Но и получить может Хорошо Бен копает дальше Урсу Урсу должны забирать Надо все еще Жив Надо дает С лоу граунда Дальний койл И забирает Урсу Ну и Габи тоже Сильно страдает На нем висит Солкетчер Его должны здесь Пытаться забрать Параллельно разбивают Кристалмейден И Габи прячется В Динвиз Малде стоит он Не знают об этом В Агьюнити Конечно так бы Габи напрягли Там еще и Слордар Погибает Да? Да Ну так хорошо Так качественно Подрались у себя На хэк граунде Экзекреэйшн Я бы отметил Во-первых Сенткинга Его подкопы В этой драке Он очень много Дал команде И времени Чтобы поднялся SF И выиграл время Для Джаггерната Чтобы ультимейт Прожал своевременно Но когда Нано подошел И добил В моменте Урсу Снизу вверх Это было очень круто Это было эффектно И что самое главное Важно и эффективно Вот здесь Когда с этой позиции Давал Койл Ну Shadow Race Да-да-да Сюда По Урсе Это выглядело очень круто Причем он несколько раз Отменял Выбирал позицию Поудачней Да и Shadow Race В итоге похоронный был И очень полезно Для ВГ Юнити Ты видел Они с собой Привели коллегу крипа Один единственный Лайновый крип У которого половина здоровья была Который там в драке Не погиб Каким-то образом выжил И они его привели Следовательно Backdoor Protection не работает И забирают верхнюю линию Без проблем ВГ Юнити То есть доминирование Усиливается У данного коллектива Все как-то складывается Для них очень удачно В этой карте И начало игры Здесь в драке Все великолепно сложилось Пока вот прям везет ВГ Юнити Помимо того Что они хорошо исполняют Безусловно Ну смотри Сейчас по идее Следующая драка Она будет ключевой Если Execration Смогут вновь Победить как-то в драке Как вам удалось Уже единожды То возможно Ребята И эту игру перевернут Тут есть чем драться Есть вакуум уже Есть у Слардара Даггер Что немаловажно Под этот вакуум И если Диджей Очень своевременно Использует вакуум По нескольким героям Туда войдет Оглушение Слардара То урон Я думаю Пойдет незамедлительно От Темпларки От Урсы От даже ЦМки По хорошему Так что Все может быть Еще в этой игре Я бы не стал Сейчас даже После потери Линии Списочетов Команды Execration Ну и ребята Будут бороться Будут ловить Икснову Сейчас надо Даггер внизу Использовать Оглушение Померане Слизеринкраш Стенку снова Потратили на Икснову Уже не первый раз К слову Икснова пытается Отсюда убежать И Даггер Через секунду Пойдет ли дальше Слардар Должен И даже не понадобилось Это делать А тем временем Бывает Темплара Сассина тоже стояла В центре одна Формила И ее забирают В ГЮнити И это открывает Возможность Зайти на Т3 вышку В центре Стенка потрачена Была на Икснову Второй раз Мы наблюдаем Как на Мирану На саппорта Четвертой позиции Потрачена стенка В прошлый раз Это было Здесь вот Нижняя линия Теперь мы видели Это под Т2 Команды Та же нижняя линия Только дальше Чуть-чуть дальше И сейчас при заходе Эта стенка нужна Под стяжку Под Слардара Она нужна Вы все это потратили Только что на На Икснову А там бы Шадоу Финда Сделать копии Уже бы эти копии Разбивали Может быть они не рассчитывали Что у них Темплар Ассасин погибнет В центральной линии Вот в чем дело Но Темплар Ассасин Все равно стенку не кастует Нет Ну само собой Что когда у тебя будет Преимущество 5 на 4 То было бы проще защищаться Это да А когда Темпларки нет Действительно сейчас бы Ключевым героем стал Дарксир Хорошее оглушение Слардара По троим персонажам И вакуум Неплохой заходит Тут Нанду Подкоп от Бен Он выкапывается Просто оттуда Куда подальше Нанду взрывается От прокаста Шадоу Финда И Джиггернаут ультит Добивая тем самым Люмика Ну и Нанду Он тоже добил Эпицентр еще там Под Т4 Бен подкоп Дальше по Слардару Слардар тоже в таверне И Дарксира тоже поймали Бен еще и бодиблок Такой финальный выдал Ну и минус 4 От команды в Г-Юнити Они побеждают В первой игре Этого противостояния Это Best of 2 Еще раз напоминаем И Execration Нужно сейчас взять В руки Очень сильно Переосмыслив Все то что произошло В этой игре Пожалуй Во многом Тут можно винить Старт игры Как ты уже отмечал Правильно И мы об этом говорили Да 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 Просто с течением обстоятельств Ты тоже верно заметил Что с течением обстоятельств Было неприятно Тут реально погода была Не для Execration Все как-то неудачно С этим курьером Я бы больше Внимание Ну это Не повлияло на результат игры Но опять же Мы дважды видим Как в важнейших моментах Там драки Какой-то 5 на 5 Либо захода на хэкграунд В Г-Юнити У команды Execration Нет стенки Как ни крути Сейчас Они могли убивать В Г-Юнити По большей степени Их же руками Стяжка Слардар Оглушение дает Мы видели эту комбинацию Миллион раз И она блестяще смотрится Тем более при таком Доминировании соперника Но вот второй раз Уже Почему-то на их Снова все решили потратить В этом я конечно вижу Некий минус И Я думаю Execration Вы все понимали да Разница По ситуации Центральной линии СФ против Темплара Сассин Ключевой момент игры То что Темпларку ослабили То что Гэби Который является Очень неплохим игроком Действительно Я бы выделял его Тоже у команды Execration Он был ослаблен Как раз таки Своими товарищами Которые в начале игры Подарили курьера Врагу И подарили первую кровь Шаду Финду Что существенно Повлияло на его линию Если сравнить два героя То конечно мы прекрасно понимаем Что тут и близко Темплара Сассин Не стоит с прогрессией Шаду Финда И посмотри Четыре смерти сейчас А вообще у него Показатель 0 Я так понимаю В этом патче На Темплар Сассин И убийств У него было 11 То есть он в прошлый раз 11-0 по идее Сыграл на Темпларке Он вообще не умирал на ней Ну там предыдущие Какие-то матчи Карты Гэби Исполняя на этом герой Ну мало-мало Появлялась Темплара Сассин Но Execration Ну что поделать Тут конечно подпортил стату И еще очень важный эпизод То что очень быстро появился У Бена Вот игрок Которого я бы тоже Выделял у команды В EG Unity Я уже говорил На старте этой встречи О замене удачной Все-таки на мой взгляд Удачной Бена На X-Кенга И сохраняет уже Благодаря этой победе В EG Unity Свою серию Без поражений Потому что с приходом Этого игрока Ни единой серии Команда не проиграла На профессиональном уровне На турнирах Это не может не радовать Я думаю коллектив Сейчас находится На более позитивном Наверное настрое Они даже наверное Кураж какой-то поймали вместе Ну так обычно бывает Когда какое-то Определенное обновление происходит Небольшое Ну и видим что парни на ходу Что касается команды Execration Я еще раз повторюсь На мой взгляд После потери Тимса После неприятных Решафлов для себя Когда Тимс покинул команду Киму очень ослабел Потому что Ким Он на мой взгляд Великолепный капитан С приходом диджея Ребята не особо приобрели Какое-то время Они поиграли Но к сожалению Видно что не хватает Яркой четверки Команде Вот немного проседает Все-таки один из последних игроков По сравнению с Тимсом Это не тот уровень Опять же на мой взгляд И мы видим В играх Которых мы смотрим Не хватает Эрспиритов Боевых Не хватает Я не знаю Слардар В четвертой позиции Виверов Не хватает То что мы видим У Тимса Сейчас в команде ТНС Да Там он действительно Сияет всеми красками ТНС результаты Поувереннее показывает Ну что В принципе мы здесь Много чего еще По ходу встречи обсуждали Благо игра была такая Что можно было И поанализировать Чем мы с тобой Успешно занимались Давайте тогда прервемся На короткие 3-5 минут Команда уже почти В полном составе В лобби Поэтому надолго Не прерываемся Впереди у нас Вторая карта Warriors Gaming Против Exe Creation Далеко не расходитесь И скоро услышимся E-Gaming Bets Ставки онлайн Для всех поклонников Киберспорта StarCraft 2 Overwatch и CSGO Dota 2 И Hearthstone Выбирай Экспресс-сценаряд событий Или лайв-ставки на игру Которую ты смотришь Сейчас Разбираешься в Dota 2? Сделай прогноз На пики и банды команд Играешь в CSGO? Предскажи количество раундов В конкретном матче Ежедневные квесты Для всех участников проекта И лучший выбор Платежных систем С 2011 года Более 600 тысяч пользователей Делают ставки На все Самые интересные события Онлайн ЕГБ Ты точно знаешь Кто победит